Вы слушаете Радио Спутник. Музей русского искусства в Ереване отметил 35-летний юбилей со дня основания. Там представлена уникальная коллекция произведений русских художников конца 19-го, начала 20-го веков, которые в дальнейшем были признаны выдающимися мастерами мировой культуры. По случаю юбилея в музее был организован торжественный вечер, на котором присутствовал посол России в Армении Иван Волынкин. На прямой связи со студией наш собственный корреспондент в Армении Элина Казарян. Она побывала в музее и готова поделиться о самом интересном. Элина, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. В какой атмосфере прошло празднование юбилей? И в чем, по мнению специалистов, главная ценность коллекции, представленной в этом музее? В музее русского искусства в этот день отмечают сразу двойной юбилей. 35-летие со дня основания и 30-летие открытия музея, когда представленная в нем коллекция стала доступна широкому зрителю. Застям был показан документальный фильм об истории создания музея, который связан с именем одного частного коллекционера. Иванский музей русского искусства был создан на основе частной коллекции героев социалистического труда, президента Всесоюзного урологического общества, вице-президента Международного общества урологов, почетного гражданина Москвы, профессора Арама Абрамяна и его супруги Марии Абрамян. Я знаю, как в Армении либер, как понимает и ценит великую русскую культуру. Знаю, и именно поэтому завещал свое собрание Еревану, говорил профессор Абрамян. Дар Абрамяна своей уникальной коллекции исторической родины, проявление его высочайшего патриотизма, и тогда, и сейчас весьма высоко ценят в Армении. Благодаря этой коллекции, вошедшей в сферу художественных ценностей, Армении Ереван стал одним из тех городов, в которых ярко представлено русское искусство. В музее собраны живописные, графические, сценографические и искусственные работы таких художников, как Серов, Коровин, Вругин, Кустодиев, Суриков, Головин и многих других. В музее представлены также декоративно-прикладные работы русских мастеров конца 19-го, начала 20-го века. Всего в коллекции более 350 работ. Помимо искусствоведа Марина Степанян, Музей русского искусства Еревана по праву может занять достойное место среди мировых центров изучения русской культуры. Этот человек, не имея наследников, собирал работы русского авангарда. Вы знаете, русский авангард с годами стал известным и ценимым этапом в русском искусстве. Когда он это собирал, это было доступно только некоторым очень узким специалистам. Они знали, что будущее за ним. Почему русский авангард получил такое огромное распространение во всем мире? Потому что это была новая страница, это было новое дыхание, это была новая эпоха, это был новый 20-й век. Он знал ценности этих работ, он не позволял их вывозу, он покупал, он немного получал. Вы знаете, что этого миллионера не было, тем более в области здравоохранения. Он каким-то образом доставлял этих людей дарить ему эти работы, продавать их по низкой цене, чтобы они не ушли за рубеж, потому что он знал будущее этого искусства. Только он сумел такую цельную коллекцию собрать из того, что осталось в Советском Союзе и не было вывезено за рубеж. Директор музея русского искусства Ана Штерминасян, выступая на юбилейном вечере, подчеркнула, что в течение этих лет музей получил несколько новых картин, но в основном до сих пор представляет коллекцию профессора Арама Абрамяна. Свою миссию сотрудники музея видят не только в хранении этих уникальных работ, но и в пропаганде русского искусства как среди местного населения, так и среди туристов. По словам, многие туристы поражаются, когда узнают, что в Армении есть такой богатый музей, в котором представлена уникальная коллекция произведений русских художников. В юбилею от посольства России в музее русского искусства была вручена почетная грамота за сохранение и продвижение русского изобразительного искусства в Армении, говорит чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Иван Валункин. А эта коллекция одна из притягательных точек Еревана, куда с удовольствием приходят люди, наслаждаются этими замечательными произведениями искусства. Я думаю, что многие музеи мира могли бы позавидовать такой коллекции, такой богатой, насыщенной, разнообразной коллекции. Я признателен всем сотрудникам этого музея за то, что эта коллекция сохраняется в таком замечательном состоянии, за то, что вы пропагандируете русское искусство здесь, за то, что вы построили мост, связывающий культуру двух стран. Я думаю, что мы будем приходить сюда почаще, будем приводить своих друзей, потому что этот музей заслуживает этого, он достоин. В ходе мероприятия был представлен фильм о барами-абрамяне, были исполнены музыкальные номера, особенно тепло публика восстаняло исполнение на армянском струнном музыкальном инструменте «Каноме» по пури из русских народных песен. Вспомнили в юбилее о проблемах. Большинство картин коллекции, по словам специалистов, не нуждаются в реставрации. Это требует огромных средств, выделить которые полностью государственные состояния. Сотрудники музея надеются, что найдутся спонсоры, готовые помочь, чтобы этими великими картинами любовалось не только нынешнее поколение, но были бы они доступны и будущим поколениям. Спасибо, Элина. Наш собственный корреспондент в Армении Элина Казарян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова